Мангатовы были защитниками Отечества, храбрыми офицерами русской армии. Старший брат, полковник Батыр Мангатов, командовал 19-м Донским казачьим полком, стал героем Первой мировой войны. Его брат, сотник Николай Мангатов, в октябре 1914 года с казачьим разъездом вырубил германский эскадрон «Бессмертный гусар». Об этом подвиге донцов писали во многих российских газетах того времени. 19-й Донской полк вскоре посетил князь Донзан Тундутов, адъютант Верховного угломокомандующего российской армии, великого князя Николая Николаевича. Николай погиб позже в одном из боев. Батыр вернулся с фронта в свою станицу Днисовскую с боевыми наградами. В начале Гражданской войны он был убит красноармейцами. Газета «Донская волна» поместила его портрет и опубликовал некролог. Погиб полковник Батыр Мангатов «Краса» и гордость донского казачества. Сотник Цирен Джувинов Георгиевский кавалер полного банта. Герой Первой мировой войны. Во время ночного налета небольшой группы казаков под его командованием было захвачено в плен 800 австрийцев. О герое Джувинове и его подвиге писали во всех российских газетах того времени. Гражданскую войну он покинул жену и родину. Попал в Болгарию. Там один из его сыновей Кирилл окончил университет в Софии и стал известным журналистом. Полковник Азман Андрей Антонович Батыров родился на Дону в казачьей семье. Несколько сроков избирался станичным атаманом станицы Грабевской 1908-1914 годов. С началом войны под Исаул Батырев по первой мобилизации ушел на фронт. Во время войны он показал себя отважным профессиональным воином, за что был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалями и получил чин полковника. Был в германском плену, откуда бежал в Россию и примкнул к белому движению. Воевал в составе корниловских частей, иммигрировал в Сирию, где проживал в местечке Банат. Остаток жизни Азман Батыров провел на чужбине. Дочь его, Екатерина Батырова, к помужу Абушиного, была одной из немногочисленных калмычек, окончивших гимназию в станице Великокняжеской, ныне Пролетарск Ростовской области. В 1934-1936 годах она работала воспитательницей колхозного детского сада «Ясли» в станице Грабевской калмыцкого района Ростовской области. Затем переехала в село Шусту, в Калмыцкое АССР. Она умерла в 1947 году во время депортации калмыков в деревню Самарова Хантамасийского национального округа. Тепкин Гаврил Рудневич Рожден в 1891 году в станице Денивской. Полковник. По окончании реального училища поступил в Новочеркесское казачье училище. Осень 1914 года из портупеи юнкеров произведен в чин Харужнева и с откомандированием в один из полков действующей армии. Во время Первой мировой войны награжден многими орденами, в том числе орденом Святого Георгия IV степени, золотым оружием, орденом Святого Владимира IV степени. После Октябрьского переворота участвовал в степном походе, а во время борьбы за Дон командовал 80-м джунгарским полком. Полковник Гаврил Ирнивич Тепкин, заболев тифом, не остался в госпитале в Крыму, а последовал за своим полком, который участвовал в боях в Северной Таврии, нынешний юго-восток Украины. Умер вместе со своей женой от тифа в 1920 году и похоронен женой на южной окраине города Мариуполь, на кладбище бывшего села Песчаная. В памяти полковника Тепкина. Спи мирно и тихо, начальник лихой, герой наш народный, зюмгарец родной. Ты славный калмык, ты джигит удалой, ты рано скончался в краине чужой. Ты славой великой покрыт от отцов, и лавры героя стержал у донцов. Мы тихому дону курганы святым, и салу с донцом, всем притокам родным, поклоны твои наш герой воздадим. Когда к берегам их снова прилетим, услышишь в могиле ты эхо степное, несущее славу донского героя, за Волгу, к Уралу, к вершине Алтая. Тебе долетит и молитва, святая, во имя твое сотворим ее мы, Всевышнем Хурале, свободной страны. Так спи же, наш любимец и помни родной, что сердце зюмгарцев навеки с тобой. Команда канала Зан Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо, благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.